Друзья, вообще, я просто обалдеваю, вообще. Я просто не знаю, как на это реагировать. Фишка в том, что я ранее вызвала доктора на дом, терапевта, и сказала, что мне надо анализы сдать. Какие анализы? Это общий анализ крови, биохимия. Они и ТТГ, Т3, Т4. ТТГ это на щитовидку. У меня гипофункция была щитовидной железы. И вот тут я уже третий месяц не сдаю. Я раньше так не делала. Я сдавала каждые два месяца. Подожди, котик. А вот сейчас такая ситуация произошла. У меня было очень много гормонов, стероидов. Их вообще, если обострение, там, при болезни, такой, как у меня, рассеянный склероз, да, в обострении, их назначают, пульс терапии, высокие дозы стероидов. Ну, пару раз в год, ну, не больше. А у меня было с 21-го года, сейчас 22-й год, сентябрь на носу. Вот, у меня было семь. Семь пульс терапии. Это много. То есть, я иммунку свою подавила вообще, как хлам. То есть, если рядом кто-то болеет или что-то, то я первая в очереди, чтобы схватить и заболеть. Но суть не в том. Я говорила врачу, что мне надо ТТГ сдать, Т3, Т4, свободные, так, на гормоны щитовидной железы. В итоге, мне сегодня забрали анализ какой? А вот такой. Круто, да? Мне анализ сделали на инфекции. Мама, я сомневался какой-то коробочкой. Ну, вопрос, для чего? Мама, можно эту коробочку забрать? У меня все отрицательно, все. Можно. У меня все отрицательно. Только чеки, пожалуйста, выложи оттуда. Все отрицательно. Я ничем не болею, ничего нет. Хоть-хоть, слава Богу. Это чек один, и все? Да. И у меня один вопрос. До этого анализа, до того, как я узнала об этом анализе, да, я звонила заместителю заведующего главврача Шилина. А он ранее работал как бы гинекологом. Я звонила именно спросить что-то по гинекологии. У меня были маленькие проблемки, так как у меня постоянные стероиды были, ну, практически постоянные, высоченные дозировки. Ну, это пять дней пульсотерапия. У меня было все, что возможно. У меня даже, когда я просто садилась и сгибала коленку, ногу в колени, у меня лопалась кожа и брызгала кровь. Но это ничего не означает, кроме того, что кожа является своего рода частью иммунки. А иммунку я подавляла. Ну, это как бы при обострении рассеянного, это нужно. Ну, лучше так, чем, не знаю, лежать обездвиженным в кроватке. Поэтому я, конечно, подозревала, что там сарафанное радио и в ЦРБ, и где главврачи сидят. Но не до такой степени. Я же с доктором общалась, доктору говорила. Ёлки-палки, где врачебная тайна, где вообще мораль какая-то этой басни, где? Ну, спасибо, конечно, что я... Что вы взяли анализ на инфекции, но у меня нет инфекции, не было. И не могло быть. Жуть, жутко жить в маленьком городе, жутко. Там чихнешь, там скажут уже не просто чихнул. Поэтому вот так, друзья. Почему я обратилась к гинекологу? Во-первых, того гинеколога не было на месте, к кому я хотела бы пойти и у кого узнать ответы на интересующие меня вопросы. А в дальнейшем... Да, я даже на кресло лазила. В дальнейшем я долго не посещала врача, такого врача, который работает в данной сфере. Но вообще девочкам надо типа раз в год. Я типа раз в шесть. Последний раз была у гинеколога тогда, когда рожала третьего ребёнка. Вот так. Ну, я не особо люблю вот это вот всё. На кресло там и всё такое. Да это кошмар. Ну, залезла на кресло. Ну, просто для того, что типа это надо. А все анализы поздавала, все мазки там, всё такое, всё сделали. Ну, как положено. Ну, раз в год, а я там не была шесть лет. Но меня ничего не беспокоило. Зачем мне туда? Да, на УЗИ ездила иногда, периодически, раз в год, наверное. Ну и всё. Вот, а вот чтобы там, не знаю, я тфу-тфу, ничем не болела, никогда ничего не цепляла, не хватало ничего. Мне хватает своей болячки. Вот погланды хватает. И стероиды, они бесследно не проходят высокие дозировки. И там иммунитет нарушается тоже. Ну, как иммунитет? Микрофлора, наверное. Ну, я не знаю, у меня по этому поводу были вопросы к гинекологу, не боли. А зачем это всё надо было вот так? Вот так, что у меня анализы вот на инфекции. Ну, зачем они мне нужны? Там все отрицательные. Вон, ещё раз покажу вам. Сейчас. У меня нет никакой инфекции. Я ничем не болею. Здоров как бык, можно так сказать. У меня своё заболевание. А там вообще есть меры защиты, если уж надо. Ну, было и один раз и без защиты. Ну, я тут была уверена в том человеке, с кем было. Ну, и всё. А так в основном всегда я без защиты никуда. А сейчас мир такой. Вот и всё. Доверяй, но защищайся. Вот и всё, друзья. И такое бывает.